Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идет регулировка что ли Кстати, если меня слышно, то Антон Валерьевич сейчас только показал каталог Семян Вот Мы не самые богатые и не самые, так сказать Ну как сказать Не самые не занятые Дело в том, что Вот этот вот каталог Если вы сейчас что-нибудь там нажмете И что-нибудь закажете Дадите нам возможность хоть получить Маленькое материальное удовольствие Если мы что-то продадим с Антоном Валерьевичем Если меня слышно Так, теперь Значит, если я могу Я этого сам не знаю Попробую сейчас зайти, знаете куда? Попробую зайти Так Ну вот это же самый Ну вот например Мы с вами вот тут были Так Вот тут были Мы с вами Разбирались вот с этими фотографиями Теми, что попались нам на виду Вот И я не успел А получается зазря Вот так вот Тут правда совсем все по-другому пойдет А если вот так Крупный план То появятся совсем другие фотографии Смотрите Я сейчас быстро-быстро-быстро Попробую долисать До этих самых Если так, я бы их просто не нашел В этом скопе все Фотографии А это мы с вами проходили И несколько фотографий Мы сейчас долистаем Я вам покажу сразу Потому что Придет другая неделя И будут совсем другие проблемы И нам же с вами с СНК Разбираться надо Я вообще футболил на 15 число Или на конец месяца Я получил сразу 20-30 заказов на Каталог Это значит, что Люди закажут черенки А кто делал себя И не знает Ладно, сказал я себе Сейчас В следующий вебинар Мы обязательно поговорим Про черенки Чтобы люди не загубили Такое общество Больше таких черенков нет На всей планете Даже просто загадать черенки Видели А тут есть несколько фотографий Которые Я не знаю, что будет ваш вопрос Потеряем еще Несколько секунд Вот Это уже высадка Это уже высадка Ну что Вот задали вопрос Теперь ждите Задали вопрос Вот они Вот они Итак Вот эти учебные фотографии Я специально готовил Для вебинара Очередного Значит Видели вы Какие корни прекрасные Вот здесь два саженца Они заворачиваются В мокрую тряпку Тряпка Замачивается По струе воды Отжимается Но не сильно Но так, чтобы Не промокла Случайно Эта Картонная посылка Затем Полиэтилен Но Вот смотрите сюда Возвращаемся Видите Вот Это очень плотный Полиэтилен Если нет То я заворачиваю Допустим Кончились у меня Плотные такие мешки Я заворачиваю Три обычных Мусорных мешка Один Второй Третий Плотных Чтобы если там Чуть-чуть Влага не просочилась Посылки сразу бракуют Сергей это проходил Потом Значит Вот он весь Во всей красе Дальше я Обычно я делал так Вот эти картонки Это спецзаказ В Абакане Вы думаете Так легко и просто Все И дешево Когда Сергей Заказывает их В Абакане На картонной фабрике Специально Или как оно там Называется Не помню А вот Уже не стандартные Как я Комсандарту я Запихивал Вот так вот Отрезал Ну имеется Ввиду Они уже Цена у них Подскочила До 100 рублей Это ваши деньги Вот А Сергей Оптом закупает Дешевле И тогда я Что придумал Вот Я раньше Вам не доверял А резать надо Не из-за размера В коробке А из-за того Чтобы Вы потом Не жалели саженец А он уже пришел К вам обрезанный Вот Но тут особый случай Дело в том Что коробки Большие И они Бывают так Ну Уже Сочились требования Вот потрясет Трясется Забирайте Представляете И что с ней делать Везешь обратно домой Тогда я придумал Куда деваться Вот так вот А с вами Индивидуально работают Вы должны Получив Вот так вот Отрезать Причем Только центральный проводник Это уже получив И садите Минимум 50% Кроны С листьями Остается тут Вот Это как было Раньше Или Когда вы Отрежете У себя Что у вас Получается Вы получили Бесплатную посылку Потому что Здесь Смотрите Сколько вы Отрезали Сколько Прививок Вы сделаете От 3 До 100 Поняли Или нет Как Смотря Как вы Почки Будете Использовать То есть Еще раз Центральный проводник Вот здесь Отрезали И все Что попало Отрезанное В виде Вы используете На прививку А это Что означает Значит Посылку Получили Бесплатно Ну Образно говоря Понятно Да Вот так Все Я на этот вопрос Ответил Так Как мог Теперь Как мне Вернуться Туда Где я был О А как Не вернуться И у меня Такое Подозрение Нет Где я Теперь Это Вот Это Ладно А Если бы Я А Где Теперь Мой Разговор А А Если Минутон Валерий Не Слышит Так Сейчас Выобразить Надо Если Сюда Нажать Костевая Экспресса Да Вот Распук Так Ну Что Как Попасть Обратно Вылез На свою Голову Так Хотел Объяснить Про Посылки Это Мы Проходили Ну Что Я Надеюсь Не все Отключились Я Сейчас Ваню Антону Валеричу Может Он Нас Туда Отправит Куда Надо Как Мне Вот Эта Фотография Помогла Которая Сняла Ой Как Она Мне Помогла Человек Не знал Что Вода С неба А не Снизу Отгородился Снизу А как Он Должен Отгородиться Какую Страшную Ловушку Он Придумал Самое Страшное Что Он Теперь Будет Стоять На своем Мертвого Типа Типа Дурак Марсиль Марсилию Ответил Кстати Почему Я Не знаю Вас Почему Фамилия Французская Так Наталья Слышно 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 Покажите Как Сергей Подготавливает В общем В принципе Я подсказал Время Большая Держка Так Есть Два Сельца Абрикоса Дошли Рядом Рассаженные Болевольные Остальные Сельцы Рядом Могут Растерять Или Один Другого Не Даст Значит Теоретически Могут Но При Этом Хотелось Чтобы У вас Было Два Нормальных Дерева Да Они Были Друг Друг Да Они Были Родные Но Они Все Рано Будут Мешать Друг И Вот Допустим Чуть Один Другого Насчет Опережать Задавить Без Сякой Жалости Их Можно Держать Кроме Одинаковые Искусственные Но Это Надо Брат Секатор И Один Который Опережает Подравнивать Его Извините Это Не Собака Которая Стрягут И Не Это Самая И Королева Красоты Чтобы Стричь Давайте Рассаживать 15 Сантиметров Конечно Обидно Но Постарайтесь Рассадить Так Идем Дальше Я Это Тоже Проходил Подскажите Где Привезти Черники Персика Абрикосы Кроме На Рынке Ильдус Так На Рынке Так Ну Я Что Скажу Черники Персика Мне Просто Повезло Что Сразу На Хасанский Нарвался Так А Какие Вы Купите Абрикосы Видите Я Видел Якобы Саженцы Персика Но Это Были Абрикосовы Просто Люди Не Различали Вот Там Фотографии С вами Проскочили Я Как раз Хотел Показать Как Выглядят Черники Именно Персика Может Другой Раз А Так Получается Что Черники Персика Я Здесь Сибири Не Видел На Рынке Только Не Считая Того Что Выдают За Персик На самом деле Это Персики В Европе Там Шансов Больше Нарваться На Персик Прямо На Рынке Настоящий Персик Да Моростройка У него Будет Ну Я Сразу Говорю Я Был Термин Запас Прочности Если Усибирские Поедут К вам Допустим Персики Допустим Сергея Железова Или Вот Это Я Собирал Тебя Посылка Вот Где Видели На Фотографии Да У них Есть Запас Прочности Такой Что Если У меня Не Замерзнут И не Замерзнут Тем Более Где Нибудь В Костроме Или Пскове Да Вот Если Не Сгнают Если День Ваня Не Сгнают Или Его Ученики В свою Очередь Запас Прочности А На Рынке Вы Купили Он Может Поживет Где-то Под Снегом Сидится Но Вот Сейчас Западная Европа Заварена Снегом Там Уже Зима Вот Пришел Антарктический А к нам Сказали Что Сибирь Идет Тепло Ну Кремат Раскачивается Кто знает Может Быть Завтра Мы Будем Продавать Европейцам Будем Продавать Плоды Может Быть Если Конечно Не Гноить Вот Потому Что Пока На Можно Купить Абрикос Персиков Абрикос Просили Не знаю Так Книгу Получили Спасибо За Автограф Пожалуйста Вот Я Всегда Автограф Ставлю Когда-то Эти Автографы Тоже Будут Все Достойные Вы Поймете Книга Полторы Тысяч Экземпляров Через Десять Лет Будет Редкость Страшная А Книга Вторая Книга Записки Она Она Более Важная То есть Там Более Полезная Для Новичков Это Для Людей Продвинутых Записки Полезней Вот И Получится Так Что Они Станут Редкостью Так Как Никакой Надежды Что Где-то Они Появятся В Библиотеках Школах Институтах Хотя Они Это Заслуживают Сами Видели Какой Дрянью Торгуют Вот Ну В общем Вот Эти Закончится Наверное Там Все Так Есть Мнение Будто Самоплодность Невозможна Если Собственная Полицей Не созрела У меня Пыление Ну Во-первых Это Мнение Я Его Родила Распространила Оно Прошло От Меня То Понимаете Я Единственное Ну Какие-то Были Когда-то Когда-то Люди Были Более В плане Более Любознательные Были Споры Могли Поспорить Даже Вы Знаете Это Такая Редкость Была Десять Или Двадцать Лет Два Ученых Поспорили Один Сказал Сыпьте Сверху Допустим Ну Например Перегной А второй Нет Надо Выкопать Яму В Яму А Корни Туда Доберутся И Они Спорили На полной Сереже А Для Меня Нету Споров С Неба Все Сыпется Пыль Песок Пыльца Упавшая Ветка Сгнила Так Нет Перегнившая Эти Самые Трава Перегнившая И Гумус Растает Сверху Удобряет Сверху Да У меня Это Как Аксиома Сомневаться Посмотрите В разрезе Я вам Показывал Откуда Гумус Берется Сверху А Ученые Спорят Их Право Кто-то Говорит Логично Ну То есть Как бы За дерево Решил Что Он Подаст Прямо Поднос Поднос Подаст Там 20 Килограмм Перегною Там 20 Грамм Азотных 10 Грамм Калийных 40 Грамм Фосфорных Представляете И дерево Будет Процветать Показать Кукиш То есть У меня Мнение К одному Склонилось Но это По крайней мере Была Дискуссия Вот В чем Дело А Насчет Самоплодности Тоже Говорит А Дерево Понимаете Что Все Правы Но Это Надо Изучать Школах Институтах Именно Как В плане Дискуссии В плане Того Что Насколько Загадочная Природа Не нужно Готовый Ответ Не Нужен Например Ученый Говорит Или Железов Говорит Это Одно И то Потому Что Ну Так Совпало Не Один Я Додумался Генетическая Несовместимость Дерево Не должно Само себя Пылять Это Что Деградация Правильно Тогда Что Делает Дерево Оно Делает Пыльцу Ну Как Это Условно Это Сложилось Конечно Постепенно Ну Как Бы Ну Возьмем Представим Себе Что Дерево Разумное Представим Только Не смейтесь Что Пыльцу Сделало Такую Чтоб Она Не Смогла Опылить Собственное Дерево А Соседние Да И тогда Получается Что Двое Супругов А Это Значит Разные Варианты Развития Другие Позже Одни Раньше Третьи Совсем Не сходят Одни При такой Температуре Другие При Этак И Другие В общем Вот А если Сама себя Опылила Значит В этих Вариантах Намного Меньше И Деградация А значит Выживание Именно Конкретно Дерево Гораздо Хуже Если Себя Опылить Вот Так Вот Это Логично А тут Вот Вариант Что Пульца И Это Тоже Я Была Генетическая Непредрасположенность Себя Опылить Специально А другие Все-таки Опыляют А второй Вариант Генетика Ни при чем А просто Созревает Разное Время Специально Опять же Чтобы себя Не опылить Ну А дальше Я уже Рассказывал Не надо Мне такие Вопросы Иначе Отсюда До утра Не уйдете Вот Так что Это Ваше мнение Я Моей Вискотой Было Мое Мнение Только Было Как вариант Я и тот Вариант Приводил И этот Вариант Приводил Так С каких Сортов Абликоса Войдите Ядышко Манжурс Конечно С какого Жа Естественно Самый Ну Спросите Почему По одной Простой Причине Нормальной Причине Какое Дерево Знаете Мне приходилось Собирать Костички Семечки И сейчас С разных Дерев Диких Полукультурных Культурных Дикие На подвое Полукультурные На подвое Или на Собственные Культурные Как Полукультурные Ну Видели Мои Каталоги Да Что Я видел Чем Дерево Дичее Ну Обрат У меня Сейчас Диких Нету Даже Манжурцы Уже Не Дикие А Полукультурные Помните Плоды Вполне Приличные Вот Ну И что Чем Эти Саранетки Намного Груши Дикие На Крыл У них И Руки Взять Вот Видно Жизнь Там Заложена Семечки А Культурные Вспомните Бессемянку Митюрина А Сомнете Я тогда Собрал Сейчас Ой Я уже Забыл Подходит Ко мне Помощница Моя Это Племенец Говорит А где Кост Семечки Она С 10 плодов 8 Семечек Нашла В 10 Это Разве Не деградация А По большому Счету Мои Круп Отборные Сладчайшие Плоды Вспомните Мои Груши Яблони По 500 грамм И абрикосы 100 граммовые А Самая Настоящая Жизнь Где Я подвожу Вас То есть Чем дичей Тем здоровее Семя А если Я хочу Быть здоровым Вы Дайте Показать Вам Клещи Которые Специальные Клещи Клещи Которые Раздавливают Орехи Не Бить Жек Молотком Вот Ну Клещи С удлинными Ручками Поняли Где-то За мной Лежат Так Так Вот Значит Я так Подумал Подумал И беру Самых Ну То есть Патриарха Вот Конечно Кощунство Какое Кощунство А у меня Жек Не Покупают Ну Ладно Идем Дальше То есть Покупают Но Лучше Вы Больше Покупали Тогда Опять Не Говорит Я Удаю Собор Я Собор Что Все Продам Так Можно С С помощью Киски Проводить Апо Ленина Амрикос Не Пробовал Это Не Ко Мне Вопрос Просто Не Ко Мне Я Могу Прочитать Вы Могу Прочитать Как Это Делается Почему Нет Есть Делают Это Но Там Есть Свои Сложности Свои Ограничения Мне Это Просто Не Интересно Я Не Могу На Это Вопрос Ответ Можно А Как Я Рассказывать Не Буду Потому Что Ни Раз В жизни Кирской Руки Не Брал Смешанный Сад Это Святое Это Основа Основа Это Самые Варианты На Все Случа Жизни Это Как Раз Минимум Возможности Самоопыления То О чем Я Говорил Нет Самоопыления Нет Деградации Так Идем Дальше Так Какие Подвои Самые Подходящие Для Абрикоса Подвои Манджурский Абрикос И его Сыновья Совместимость Практически Сто Процентов Все Что Мешало Совместимости 35 Лет Не Знаю У меня есть Орден За металлогию Другой Орден Мне Как-то Забывают Пришпилить Вот И Дают Не За Это Орден А сейчас Все Тем времен На ушли Когда За дела Давали Так Повторяю Манджурский Абрикос Патриарх И Его Сыновья Раз Ва Три Четыре Пять Еще Остальные Абрикос Одна Все Остальное И На следующем Нарастаем Белгит Совместимости В скобках Пожелезал По вечерину В скобках Пожелезал Теперь Значит А именно Вишня Самый худший Вариант Вишня Это Двухметровый Кустарник Абрикос Это Трех В Ваш Дерево Пожелезал Ваш Дерево Пожелезал Рано или Познание Совместимость Не так Рано или Поздно Именно Рано И Потерянные Годы Один Единственный Случай Я видел Хотя Не уверен В искренности Но В одном Из Газет Журналов Была Прекрасная Прививка Абрикоса Молодое Дерево Ну где-то Так Размером Два с половиной Два с половиной Все в плодах И утверждалось Что привито На Пожелезал Единственный Случай В моей Жизни Который Я Ну почти Можно верить Но Тут есть Другой Момент Что Она Валекадону Мертвая Так 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 Теперь Всегда Сажаю Прямо В землю Ничего Не добавляю Пока Все растет Абрикосы Черешний Рот Ну далее Дайте Поцелую За слова Ничего Не добавляю Пока Все растет Вот именно Оно и дальше Будет расти Так Давайте Голосовать А И переносим Занятие Мы идем Или сначала К концу Или к концу Сначала А мы К началу Идем Да Наверное Звук Плохой Ну что делать Железо Ну все В общем Получилось так Что немножко Скомканно Поэтому И вопросов Мало Вот Но все Что я хотел Сказать Я конечно Не сказал Вот Я надеюсь Что мы В следующей Субботу Снова Встретимся Так Надеюсь Что вы Будете Рассылать Эти же Самые Ролики Потому что Да иначе Не вырастите Понимаете Получить Косточки Угромить Вот как Парень Показал Как это Делать Ну ты Без Году Неделя Куда Ты Лезешь Со своими Советами Вот Или Допустим Это Человеки Получил И Загубил Так Обычно Делают Субботу Мне ни одна Не пошла Ни одна Привка Не пошла Еще она Пойдет Вот Тоже надо Вебинар Будет По конкретнее Немножко Вот так И Скучно Не будет Значит Вот смотрите Внизу Я каждый раз Забываю сказать Каталог Семен Валерий Железов Пожалуйста Дайте нам Немного Заработать А Это не Я не с протянутой Рукой прошу Потому что И Нет такого Района Кроме Вот того В деревне Где До воды 68 сантиметров И нельзя было Что-то вырастить Я имею ввиду Те же абрикосы Они окупят себя Очень быстро Вот Эти 25 рублей Кажется сумасшедшие Деньги за косточку Тысяча рублей За 40 косточек Кажется сумасшедшие Деньги Вот Знаем бы Сколько я Сгнаел этих В этом году Только Ради косточек Сколько Это Если бы я даже Продавал бы плоды Я бы Получил бы Стократную прибыль По сравнению С тем Сколько я потратил Силы и времени На то Что мог Растить Это же Дерево Которое Дает 10-20 Ведер Почти ежегодно Вот Видите Как я Убеждаю И Ребята Вы попали Последнее На эту Игу Те Кто Чуть не Сказ Сдуру Выписали Мои Подвойные Сливы Амрикосы Ябл Груши Те же Уссурийские Груши Те же Сибирь Плодики Семечки Те же Самые Подвойные Сливы Мои Титеки Те же Самые Мышевские Амрикосы Патриархов До свидания Друзья Спокойной Дочи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...